Значит, я сегодня предлагаю поискать на просторах Вселенной Архимеда и Фибоначчи. Но это вроде бы странный вопрос, зачем их искать, вот они и казалось бы. Архимед тут жил когда-то достаточно давно, 2087 год до нашей эры, 212 год до нашей эры, да, уже сомневался, тут в нашей эры жил. Ну вот, Фибоначчи совершенно точно жил в нашей эре, значит, он был и существовал, 1170 год, 1250 год, да. Значит, кто они, как они выглядели и какие у них их достижения всевозможные. Ну, это то, что Архимед на самом деле Джованни и Чева, это не я придумал совершенно, то есть это где-то я узнал, но уже забыл где. То есть мне человек, который впервые это сказал, вы как-нибудь напишите или позвоните, я в титрах видео его обязательно поставлю. Ну, это из компании «Фабриканский склад». Ну, примерно, да, да. Или из этого, да? Да, да, это ситуация, мы пытаемся, значит, найти... Новых ронологов. Да, мы пытаемся, значит, найти всевозможные роды вещи и понять, где они когда жили. Значит, что мы знаем об Архимеде? То, что он основатель дифференциального интегрального исчисления. Как так? Вот сейчас мы уже знаем, что он основательный, дифференциальный интегральный исчисления, что он научился решать сложные уравнения. В том числе, он научился решать, в том числе... Он достаточно эффективно разрешил эту проблему квадратуры круга. То есть он вписал, по-моему, 96-98 многоугольник в круг и примерно вычислил число π. И много другого, других вещей сделал. Значит, мы по нему знаем, что он, например... Вот, например, он научился решать вот такие уравнения. Первую сторону чуть-чуть опусти, вверх, не ко мне. Туда? Нет, вот, от меня. Вверх, не ко мне. Можешь побольше опустить, чтобы не отсвечивал. Вот я про это, где ты... Еще побольше их, можно? Вот так, да. Вот так вообще, видно, что обещал? Да, нормально. Вот, например, он научился решить вот такой х квадрат. А плюс минус х равняется b. Это мы тоже знаем, как он это делал. Это парабола, а с другой стороны гипербола. Он решал это пересечение. Это все нормально, да, выглядит? Это выглядит нормально. Потом, простите, мы твердо знаем, что древние греки не знали числа 0. У них не отсутствовала позиционная система вычислений. А это геометрический метод решения. Он решается только в декартовых координатах. Ну, мы, первые греки, не знаем, как только координаты. Декартовые координаты придумал Декарт. И так далее. И, безусловно, если люди не знали, что такое 0, не знали, что такое логарифм, мы не знаем, у них не было позиционной системы, то о каких интегральных методах и дифференциальных можно говорить? Как? Что получилось? Значит, вот и в плитово геометрия наша замечательная. Считается, что они были разработаны чрезвычайно-чрезвычайно сильно. Но вот те, кто учился в физмат-школах, он отлично понимает, что вершиной планиметрии является знаменитая теорема чем? Вот которую я наверху ее воспроизвел. Вот берем такой треугольник, в нем берем какие-то отрезки, которые выходят из вершины треугольника, и располагаются на концах стороны. И тогда оказывается, что все эти отрезки связаны таким соотношением, вот таким, равно единице. Значит, у него следствие, когда сумма этих треугольников, вот так понумерованных, нечетные, разделенные на четные, тоже равно единице. Площадь. Площадь. Да, площадь. Я еще другой сказал, да? Вот. Это впервые была опубликована, теорема Червы была в специальном в отруде, была опубликована. Это, значит, конец 17 века самый. И там была проведена другая теорема. Это теорема Менилая Александрийского. Согласите, что они очень похожи. Она, эта теорема, говорит следующее, что, значит, точки С, Б и А1 лежат на одной прямой, тогда и только тогда, когда соблюдается вот то соотношение. Обратите внимание, а, я единичку поставил, вот здесь минус единичка. Минус единичка. Почему? Потому что считается, что вот имеют смысл отношения двух векторов вот таких, значит, оно равно положительно тогда, когда они параллельны, и отрицательно, когда они антипараллельны. Вот здесь вот некоторые антипараллельны, поэтому равно минус единичка. Считается, что не зная нуля, не имея позиционной системы исчисления, Менилай Александрийский почему-то придумал эту теорему очень давно, то есть в начале, ну, еще, по всей видимости, до нашей эры, в то время как Чева открыл очень похожую теорему, я публиковал их в одной вместе с Менилаем, значит, по всей видимости, очень поздно. Давайте посмотрим, что мы знаем о Чеве. Значит, это очень богатый человек, он, значит, жил и работал на севере Италии, в отличие от Архимеда, который жил и работал на юге Италии. Он, значит, в Монтуре был, и он был, в первую очередь, инженером-гидротехником. Ну, Архимед, если помним, тоже в основном был инженером-гидротехником. Все знают знаменитый закон Архимеда по поводу вытесненного тела, по поводу того, что Архимед когда-то лежал в ванной, он вытеснял во воду и вдруг опробил свой закон. Он встречал Эврико. Да, за свой, вот этот знаменитый закон. Вот, значит, против кого Монтуя все время воевала? Воевала она против Римской империи, вы будете сменяться. Священная Римская империя Германской нации, против тех же самых, кого и воевал, и Архимед. Против Священной Римской империи Габбурга. Ну, хорошо, Габсбурга, ладно. Священная Римская империя Габбурга, значит. Вот она всю жизнь воевала, и в конце концов она пала и была завоевана. Точно так же, как сиракузы пали в этой ситуации, считается романтической историей, излагаемой в нескольких вариантах, по поводу того, что Архимед в этот момент был убит. В то время того, что он рисовал какой-то чертеж и попростил воина, присылал за ним, вот одна из версий, дать ему время, чтобы он его закончил, тот потерпел подобного ханства и даром меча убил великого ученого. Конечно, все эти истории по поводу поджога, при помощи медных щитов, всех этих супермашин, которым подъезжали эти римские триеры, кстати, никто никогда не произвел триеры, ни одну настоящую, хватали их за нос и обрушивали с грохотом море. Всех этих супермашин, которые кидали на невообразимую величину камни, бревна, стрелы, а на низкое расстояние кидали их еще больше, правда, более маленьких и так далее. Все это, конечно, фантастика. Это все, конечно, не имеет в действительности никакого рода этих вещей. Но точно так же Чева был знаменит тем, что он занимался уже, правда, при австрийцах, при Римской империи, когда называла Монтую, он занимался обустройством всех его гидротехнических и прочих сооружений, и придумывал много всяких техники, в том числе написал, кстати, замечательное исследование, связанное с тем, что он тысячи... о денежном обращении. То есть он еще был выдающимся экономистом. Значит, что мы еще Чеве мы обязаны? Мы обязаны с тем, как ни странно, тем, что он крыл тогда уже достаточно просвещенные временем, Европе, древнегреческих великих математиков. То есть до него все вот эти, разумеется, Менелай и все прочие, они были совершенно никому неизвестны, и он фактически открыл их для Европы заново. По всей видимости, есть основания полагать, что Архимед это был всего лишь один из его псевдонимов, как и остальные греки. Это была тогда нормальная практика, когда люди брали себе древнегреческие псевдонимы, и от их лица опубликовались. Хотя потому что это было безопасно. Опубликовать древнего грека, найти и опубликовать его имени было значительно безопаснее, чем просто опубликовать его под своего имени. Вот, такова ситуация. Но кажется, мало. Мы говорим, что такое количество произведений Архимеда, где он оставляется с новоположником дифференциального интегрального числения, они известны нам достаточно давно, как это можно это дело приписать. И вот тут мы начинаем этот вопрос исследовать и начинаем для себя открывать очень интересную вещь, что когда у нас вышло собрание струнов Архимеда, значит, речь идет о знаменитом поле Мсесте. Что это такое? Это когда у вас есть паргамент, на нем был записан какой-то текст, потом этот текст смывают, на него пишут другой текст. И стирают. Ну, стирают, смывают, стирают. И вот, значит, считается, что в 990 году был записан в Византии какой-то текст Архимеда, его трактаты, ну, большое количество, потом их стерли и дописали религиозные тексты. Кто его впервые нашел? Вы будете смеяться, нашел известный авантюрист Тешендов, тот самый, который Синайский кодекс нашел, вот в этом самом ведре с растопкой, что он куда-то поехал в монастырь. Он поехал в Синайский монастырь, поехал в Налбайхол. Да, поехал, значит, и после того там осталось ночевать, ему для растопки предложили ведро, и с древними ветхими рукописами он на них покопался, и нашел какие-то страницы какого-то древнего свитка. Через несколько лет он приехал туда-обратно, и ему туда уже выкатили готовый Синайский кодекс. В том числе, считается, он там нашел, и этот полимсест увидел одну страницу, он его быстренько украл, и он хранился потом в Британской энциклопедии. Это 1840 год. Для того, чтобы открыть рукопись такого масштаба этого, мы понимаем, что 1840 году даже у Тишендорфа, который открывал кучу древних рукописей всяких, и очень удачно, куда не придет, но всякий раз ведро с этими рукописями валяется. Он их открыл, ему не хватало. Значит, произошло тогда, когда его заново переоткрыл, точнее, имел возможность сфотографировать, уже в начале, в 1906 году, некто Гейберг, это датский исследователь. Он тогда его полностью изучил, изучил эти древнегреческие буквы, и понял, что там есть замечательный трактат, который указывает на причастность Архимеда ко всем научным дисциплинам, которые, казалось бы, открыты достаточно уже не так давно, то есть были открыты в конце XVII-начале XVIII веков как дифференциальные интегральные числения. И в 1910-1915 году эти, значит, он публикует полное собрание Архимеда, где мы оттуда начинаем знать о нем, как о выдающемся древнегреческом мыслителе, инженере кем-либо еще. Я хочу аж обратить, что об Архимеде, во всех его научных данных, во всех возможных, в первую очередь, не просто как какие-то эти мечты. Мы, во-первых, знаем от того же самого Челы, поэтому Лебец мог сказать, что он чем больше не читает, тем больше удивляется Архимеду. И второе, мы его находим большое количество данных, уже более свежих. Кстати, Челы один из основателей дифференциального интегрального вычисления и аналитической геометрии. Поэтому вот такая задачка для Челы, это была нормальная задачка для постдекартовской школы. Постдекарта, а это 1650 год смерти, да? Вот этими задачами. Исследовались большое количество кривых, появились декартовые координаты, и этот метод появился. Но говорить, что он был возможен с точки времена Архимеда, это явно ненормальная ситуация. Вот, он ее, значит... Надо объяснять, почему ты. Скажи, почему. Потому что все развивается равномерно. Появляются возможности. Да, да, да. Вот эти возможности, это позволяет решать определенного рода задача. Появляется позиционная система исчисления? Ноль у тебя появился. Придумали? Уже... Система исчисления что такое? Поясни, чтобы всем понятно. Ну, значит, как происходит обычно запись у нас с цифрами? Ну, латинское. Вот мы берем число 7. Вот мы его так записали. Число 7. Захотим записать число 10? Мы его записываем вот так. 11, да. Прошу прощения, 10. Захотим 9? Ну, старт пишет. Здесь нет порядка. А в наше число, например, 99, это явно позиционная система исчисления. То есть, каждый имеет свою позицию. Эта позиция что-то знает. В времена греков там записывали вообще альфа, альфа, бета, буквы буквами были. Буквы, крат были. Это очень неодобно. И даже такие вычисления делают очень сложно. Самое главное, грибы нуля не знали. Декартовых корнях не знали. Ничего этого не знали. Все это было невозможно. Поэтому говорить это наглость вот этих людей, которые фальсифицировали в начале 20 века этот самый текст. Просто-напросто. И поэтому у греков, кстати, развита именно геометрия, а не там... Да. Какая еще? Никакого дифференциального и интегрального исчисления, когда у тебя нет даже нуля. Говорить нельзя. Это надо твердо понимать. И это естественная ситуация, когда возникает декартовые корняты, после этого появляется аналитическая геометрия. Большое количество авторов, в большом количестве, там даже Ньютон и Лебнет и все остальные, и Чева, начинают писать свои замечательные труды. Но то, что где-то там, когда-то предсказали, что типа того, что вот он был, это речь совершенно невозможна. Ну, то есть, конечно, можно верить во все, можно верить и вот в это, но тем не менее, кажется поводоподобной вот именно эта ситуация. Значит, что сейчас на сегодняшний день проходит? Где-то лет 15 назад по поводу этого палимсеста происходил большой судебный процесс. Почему? Ну, вот в этом палимсеста Архимед. А еще, Игорь, можно маленькое замечание? В принципе, так сказать, старые ортодоксальные версии истории, они могут же сказать, что, ну, почему Архимед не знал нуля? Якобы цифры называются арабскими, да? А считается, что арабы их заимствовали якобы от древних индусов, то есть теоретически Архимед мог знать? Ну вот, например, мы сегодня будем говорить еще о Фибоначи. Фибоначи считается один из людей, которые впервые привезли арабскую, эту синдийскую запись, в Европу. И произошло это в 12 веке. Теоретически. Вот. Такая вот рода вещь. Вы смотрите, чем еще Чева знаменит? С своими тремя или четырьмя неудачными трактатами, когда он пытался решить квадратуру круга. Это ему не удалось. А Архимед ее решил, он вычистил число Пи с большим количеством точностью и знал, что это вот оно, что оно число Пи. Архимед когда жил? Архимед. Архимед жил в 3 веке до нашей... Значит, это странно. А где? Я думал, что он где-то там... В Сиракузове. Дело в том, что почему он в Видимок... Не в Северной Африке, а в Нижней Италии. Пи, потому что это же вещественное число, да? Ну вот он... А они не признавали вещественное число, потому что сейчас назовем вещественное число число. Ну вот трудно сказать. И Чева, по большому счету, их не признавал. Но он попытался вписать, вот эту самую окружность, попытался вписать многоугольник. Там, по-моему, 98 или 94. Почитал их стороны. С такой стороны он примерно оказался... Интересно, что Чева, у него было несколько попыток, ему это не удалось. Да, он не посчитал. Ему это не удалось. Он тоже решал квадратуру круга. То есть для ситуации уже даже начала 18 века эта задача была еще сложной. Хотя он и трактаты писал в конце 17-го. Вот он. Для него была вот эта ситуация... Ситуация очень сложная. Опять-таки, вот эта теорема, теорема Чева, она не кажется чем-то уникальным. Мы понимаем, что если у вас есть теорема Менелая, Александрийского, древняя, предревняя, вот она. То теорема Чева почти одно и то же. Между ними нету двухтысячелетий. Ну, по сложности, в смысле. Да. И мы понимаем, что именно... Это логическое завершение древнегреческой геометрии. Вот она, Чева. Это ее вершина, как бы. Больше, как бы, наверное, ничего другого нету. А все в этом... Во всей этой истории. Вот. Таков у нас примерно расклад. Извините, а вы говорите, что Чева придумал и нижний... Ну, теорема... Да. Он опубликовал... Да. Он опубликовал работу, где вот этот... Бостов без имени, потом его назвали теоремой Чева. А эту он теорему обозвал из теоремы Менелая-Александрийского. Что? А я... Он считается, что Чева и большое количество других итальянских авторов, работают тогда в Северной Италии, открыли впервые вот эту геометрию древнегреческую в Европе. То есть это вот произошло почему-то странным образом после того, как Декартов придумал Декартовские координаты, и появилась аналитическая геометрия в Европе. Всегда надо смотреть, когда мы говорим о какой-то истории, происходит это так. Сначала у нас в археологии, в науке, в культуре появляются какие-то научные достижения. Потом проходит 20-30 лет, и археологи находят артефакт, который где-то за тысячи, за две или за пять тысяч лет эти научные достижения уже древними такими греками и римлянами, кем-то еще были абсолютно известны. Всегда вот такой закон. Это точно так же относится и к Индии, относится точно так же к Италию, и относится то же самое. Так что говорите, что ноль там где-то выделил. Да, ну вот надо понимать. То есть моя задача просто была на сегодняшний день обнаружить, кто такой был Архимед. Кто он это? Он действительно инженер-гидротехник, он действительно жил в Италии, он действительно, его жизнь была запрещена борьбе, придумывая всякие механизмы борьбе с Римской империей. Все это так. Он был геометром, он был одним основателем дифференциального интегрального выражения. Но он жил в твоте годах. Вот они там в углу учебы написаны. Адыхать? Чуть пораньше, да? Он в 1650 году умер. Чуть-чуть раньше. Вот так, да? Да, он жил. Здесь Ньютон и всякие вот эти прочие. Вот. Это вот такие вот были люди. Вот мы их должны искать там место, где они находятся. Хочу сказать, что ребята сейчас прошли по беспределу и по Лимсецке вот этом самом, он сейчас хранится в каком-то американском институте, нашли какой-то трактат Аристотеля, говорят, и комментарий к этому трактату Аристотеля. Ну, быстропедейщики. Сначала состоялся суд, вот сейчас, потому что монастырь, в котором он их хранил, есть в этой рукописи до 1920 года, подал в суд, потому что они оказались сначала во Франции, а потом в какой-то частной коллекции, что он обладает. И этот суд, монастырь проиграл, потому что сказали, что лет прошло так долго, много, что они утратили право собственности. И теперь авторы его консервируют, это полемсец, его разбирают. Я думаю, что мы найдем еще очень многих интересных вещей. Я думаю, теорию функций комплексных перемен, о которых хорошо знал в фильме, тоже не загадан. Если говорить не о математике, а более близкой нам дисциплине к философии, на самом деле, что Аристотель никак не вписывается в античную философию. То есть, это уровень как бы просто того, что там делал Платон, там, на предыдущей до Сократики, и уровень того, что делал Аристотель, это как бы просто уровень, не знаю, преподавателя, там, философии в университете и школьника там в школе. Просто, на самом деле, очень колоссальная разница. Это непонятно, как это могло бы идти в одном. Ну, это да, это да. Возможно, что Аристотель тоже такой. Да, я почти, почти вглубленный. Да, выкупися как бы сначала не знали, не знали, а потом он появился. Это я вполне заключаю. Ну, теперь нам надо осталось определить, кто такой был Фибоначчи. Мы все помним, что такое последовательство Фибоначчи. Это когда сумма третьего числа последовательности равна, третье число третьей последовательности равна сумме двух первых. То есть, третье это два, потому что один плюс один, два, потом три, потом пять. А зачем им нужны эти числа, что они дают? Непонятно, для чего они нужны. Там вроде как-то какой-то, как-то, по отчете сложных процентов, что ли? Да, они, конечно, у них есть большое количество приложений всяких, о них можно поговорить, но его надо просто определить, где он у нас и жил. Значит, смотрите, когда читаешь историю, это мы последний раз, когда университеты разбирали, я впервые на это обратил внимание, очень трудно не отделаться от ощущения, что Фридрих Второй и Фридрих Второй и Фридрих Второй, который жил в 13 веке, император Римской империи, пулский император Фридрих. Второй, это одно и то же лицо. И это не цель моего сегодняшнего расследования. Владение языками, покровительство художникам и всем прочим. Один основал Берегинскую академию, вторую неаполитанскую. После того, как ты смотришь, как неаполитанский академик, неаполитанский университет, что там было пять или шесть периодов разрыва. Но я очень эстетически отношусь к возрасту основания, потому что только что на наших глазах происходила следующая вещь. Санкт-Петербургский университет, то есть Ленинградский, решил стать древнее московского. Ему это удалось. Мы это все видели по ситуации. Мы в школе проходили, что московский основанный Ломонос самый древний. А потом Петербургский стал самым древним. Как он это сделал? Потому что Петр Первый основал академию наук. И при ней основал академическую гимназию. Это было там в 20-м каком-то году, 1720-м году. Он его осознавал. А потом она прекратила свое существование. Но считается, что Петр Первым таким образом при академии наук основал университет. И получается, что в Санкт-Петербургском университете древнее московского. Вот таким способом. Это было бы странно, но все, когда мы учились в 45-м интернате, то есть в физмат-школе при университете, там... А на каком году была основана? В 63-м? В 63-м, по-моему. В 63-м? Я даже не знаю, когда. Там все говорили, лицей-лицей, лицей-лицей. Почему? Ну, потому что, типа, школа для одаренных детей, и такая же была времена Пушкина, которая была в Царском селе. Все нам говорят, это лицей-лицей. Теперь заходишь на сайт и узнаешь, что она называется академическая гимназия. И ты узнаешь, что это первая школа России. Оказалось, что вот та самая гимназия, которая академически основанная при академии наук, она та же самая, что вот эта нынешняя академическая гимназия. А почему? То есть правоприемцы. Да, правоприемцы. Просто она была основана. Они теперь, с того даты, они считывают ее срок. Потом был период, когда она стала университетом, потом это закрыли, потом снова основали университет, потом в 63-м году, да, основали при ней эту школу, физмошколу, и понятно, что она именно та самая. Даже преподаватели, говорят, перешли с первой школы. Да. Постали измертых. Поэтому здесь большая часть участников этого семинара, то есть на сегодняшний день прямо половина, они заканчивали самую первую школу России, основанную Петру. Смуэлиты, что ли, были? Ну, это, я не знаю, это, конечно, не так. С Сашей Пушкиным наравне. Нет, Саша Пушкин не основала, Пушкин слабее, вот не понял, Александр Амельевич. Я понял, понял. И все позже было. Параллельно, в смысле. Да, вот. Это вот такова, значит, это... Сколько амбиций, как бы, людям застык. Нет, это как легко люди обращаются с древностью, как они ухитряются на пустом месте. Ну, что, славная школа в 63-м году была основана во время переезда в Петергоф где-то в году в 82-м, да? Вы же говорили, что она была до 63-го в центре Петергофа. До 82-го или какого-то года, не помню. До 82-го или какого-то. Ну, опять как бы охраняете частной темой. Ну, да. Давайте как бы... Вот. Так же с Неполитарским университетом. То есть основание, о Неполитарском университете не говорит о Фридрихе втором покровителе искусства и что-то. И вот он открыл для себя этого замечательного математика. Он... Фибоначчо не был никогда. Такое ему название придумали только в 19-м веке. А кем он был? Он, значит, был... Свидонимом у него был Бигало. Это означает странник. А он Леонардо Пизанский. Всего лишь. Леонардо. Кто? Король? То есть, если бы был Леонардо, да еще был Леонардо Пизанский. Фибоначчо. Сколько там Леонардов-то было? Да. А... И у него были еще другие математики. Одного знали Микел Скоттус, скорее всего, просто шотландец, да? Второй был Теодор Физикус, просто Теодор Физикус. Третий был Доминик Гиспанус. Испанец? Да, испанец просто-напросто. Вот такие самые говорящие слова. Из них вот этот оказался странник, значит. И он знаменит был тем самым... Откуда мы знаем о трудах Фибоначчи? А знаем мы о него из трудов Леонардо Эллира. Удивительно, что Леонардо Эллир тоже был Леонардо. Но он служил при двойнике Фридриха Второго, у другого Фридриха, уже знаменитого, которому обязаны вот эти замечательные клички, что Пушкин француз и обезьяна. Да? Потому что он был острослов и его цитировала вся Европа, по всей видимости. И именно вот этот самый конец тот неаполитанский, то есть король неаполитанский, король Фридрих Второй был списан целиком полностью с него, так же, как Фридрих Первый, то есть Фридрих Бабароса был полностью списан с его отца Фридриха Солдата, то есть с Фридриха Первого. Абсолютно. Ну вот интересно, что у них у каждого было по-своему Леонардо. У одного он тоже практически в 40-летнем году его привезли себе и он начал заниматься той же проблематикой примерно, что и Эйлер гораздо позже. И тот тоже из России, молодым мальчиком поехал в Россию, здесь работал Академий наук. Фридрих, да, Фридрих Великий основал Бернинскую Академию наук и у него по-моему с 1941 по 60-й год в 1941 по 1960-й у него там работал значит и другой Леонардо, Леонардо Эйлер, который впервые нам, как ни странно, открыл великого математика эпохи Возрождения, известного позже как Леонардо Фибоначи. То есть Эйлер его и открыл. То есть его фамилии просвоены вот этим Леонардо Пизанскому просто есть в его трудах. Вот это сделал, тот, это сделал, тот же. по всей видимости, это вот та же самая традиция, которую я постоянно указываю, конца 17-го, 17-го века, когда они имели либо собственный псевдоним, либо у них был стиль такой, они имели себе дубликаты древнегреческие и всякие прочие. И когда у нас Фридрих Великий раздвоился на кусочки, значит, на кусочки, то оказалось, что у него появился и свой Леонардо. То есть Леонардо, позже названный Фибонач, и вот он был свой Леонардо Эль. Историческое шизопринение. Да, вот такое постоянное улучшение, просто это удалось нечаянно уйти благодаря Жене, потому что мы говорили об университетах, он обратил внимание на Неполитанский университет, я почитал немножко и вижу, боже мой. Вот. Значит, смотрите, в чем тогда получается, что Фоменко и Носовский принципиально неправы. Точка, когда появилось то, что появилось удвоение истории, она находится позже, чем они думают. Это, по всей видимости, конец XVIII, начало XIX века. У Вячеслава Лопатина, такого гениального мальчика, ну, мальчик, наверное, старше меня, есть такой труд на матрице скалегера. И он там выполнил чрезвычайно интересное одно исследование. Исследование у нас состоит в следующем. Это чисто математическое исследование. Что такое нумерологическое? Статистическое. Да, статистическое. Что такое нумерологическое число? Это задача, которую я хочу задать тем, которые программисты, которые меня слушают. Вот я могу предложить вот тогда эту дату фальсификации. И фальсификация вот такого творческого подхода к истории можно точно обойти. Что такое нумерологическое число? Например, берем год рождения какого-нибудь деятеля 1970-й год, да? Да, 1970-й год. Родился Игорь Данилов. Не один я. Ну, прежде всего ты родился. Ну вот. Берем, значит, вот этот год и начинаем вычислять его нумерологическую величину. Вот она здесь будет 8, Да? Собрали все цифры, просуммировали. И 1966-й год. Вот здесь как-то 7, 12, 19, 1. Правда? Значит, мы видим, что у нас есть 0. 7, 9, плюс 1. А, да, 0. Нет, 1, 1, что вы мне путаете? Почему 19, здесь плюс 1, 22, плюс 0, 2. Вот. Таким образом мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы возьмете, скажем, представителей ведущих домов, исторических деятелей, писателей, художников, первых королев и королей, то мы понимаем, что годы их рождения и года смерти должны, притом, вот эта нумерологическая операция распределяться равномерно. То есть, если мы возьмем большая часть, на большой массив данных, то у вас будет одинаковое количество единиц, одинаковое количество двоек, троек, четверок, пятерок и девяток, шестерок, семерок и восьмерок. Ну, если случайные года. Да, если случайные года. Поэтому, Лопатин, он, да? Да, Лопатин. Он вычислил такое замечательное исследование, он решил посчитать, когда это стокастическое отключение отключается. То есть, понимаете... И он видит, что до какого-то периода, то есть, приблизительно 1800 года, то есть, начало 19 века, он 1800 годом этого ограничился, он, значит, определил, что вот эти равномерности вот этих вещей в династиях королев, было, по-моему, порядка 23 династии, у нас существенным образом нарушается. Это 1900? Да, 1800. 1800. И после этого, значит, она восстанавливается, как у нас случайно. Возьмем случайную группу людей, у них вот эти цифры, вот эти нумерологические годы рождения, и с годы смерти, будут совершенно случайно, они будут с одинаковыми статистическими весами входить. А вот такого у него происходит. Поэтому я всем предлагаю вот эту задачку решить, потому что можно этот же массив загнать в компьютер и попытаться более-менее точно определить год, тогда, когда это статистическое нарушение определяется. У него приблизительный ответ. Это конец 18, начало 19 века. Тогда мы понимаем, почему Фридрих первый неаполитанский король и король Римской империи, император Римской империи, был список русского императора. Потому что это было позже просто. Но вот эту задачку решить достаточно очень интересно. Я даже думаю, что она появилась поздно. Это касается вот такая, это школы, это показывает, насколько различные школы, сферы знаний между собой мало связаны. Если мы в математике и физике уже видим дифференциальные исчисления, аналитическую геометрию, Ла-Пласа, много всяких интересных вещей, то по-прежнему историки полагали, что они открыли некий универсальный метод, что все ходит по циклам, и мы, исходя из какого-то исторического современного персонажа, можем вычислить жизнь по звездам и благодаря нумерологии, можем основание биографии и всю биографию вычислить какого-то его предка. То есть он всегда рождается нумерологически в один тот же Да, он возрождается и жизнь его вот таким образом повторяется. Вот это такой нумерологический способ. Они, если мы вспомним того же самого Скаллигера, они даже все важнейшие события вычислились точностью до минуты, потому что они были влюминическими астрологами. Казалось бы, эта традиция должна была умереть, но она благополучно дожила по крайней мере до XIX века. Вот было бы интересно посмотреть, насколько вот эта историческая школа, аналитическая школа, позволяющая вычислять не закопаться там, глупостями заниматься в архивах, сверять чего-то, капли бы еще делать, а просто взять и вычислить путем пустой математики в великой нумерологии и астрологии, вычислить биографию какого-либо исторического деятеля. Вот она вот, когда она собственно прожила. Вот это вот, например, вот такую задачу, которую я напоследок сегодня хочу задать, обсудив вопрос о том, что великий Архимед был великим Чевой, Фибоначчи это было, Леонардо Фибоначчи был Леонардо Элером, и вот задав вот такую математическую задачку. Ну, ты понимаешь, Игорь, сразу здесь возникает всегда вот все такие вещи, они не обходятся без никакого рода антологии, да? Как ты сейчас рассказывал, у ребят, этих историков, была нумерологическая антология. Да, циклическая. Циклическая. Они считали, на самом деле, что так мир устроен. Они не мухлевали, они не пытались кого-то обмануть. Да, никого не пытались. В нашей антологии такое мы уже воспоминали. Это Фомелька с Носовским думает, что в роде какой-то там Российской империи цифры были специально фальсифицированы. Ничего подобного. Просто это были люди, которые вот так относились к миру. У них была циклическая антология, как у крестьянина, у которого есть весна, есть осень, есть посев урожая, есть его сбор. Вот так жили люди. Им казалось, что они открыли великий метод. Интересно, что этот метод был очень изолирован, что на философии и науки очень интересно. Дожил до того, когда у нас были вполне прогрессивная настоящая физика, уже, например, в лице механики Ньютона, настоящая математика, и выдающаяся математика уже на тот момент был. А они вот в этом ситуации этого изолянта математическая, вот такая историко-математическая школа, дожила в 19 веках. Я так хотел сказать дальше, на самом деле, но для того, чтобы делать такие выводы, какие делаешь ты, нужно опираться на нашу антологию, которая в чем состоит? Мы считаем, на самом деле, что не бывает таких вот суперкуникам, которые обгоняют свое время. Ну, уже начиная, наверное, с Гегель. Гегель ведь сказал, что с некий дух времени невозможно обогнать его, невозможно им не пропитаться и прочее. То есть, на самом деле, мы считаем, что человек всегда дитя своего времени. И знает он ровно столько, сколько знает его время. Он не может ни вперед забежать, ни отстать, в общем-то. И в среднем, как бы мы понимаем, на самом деле, что есть некое родо развитие науки, скажем так, оно развивается равномерно. А не так, что где-то скачком, где-то Архимед уже дифференциально-интегральное начисление это придумала, а потом на тысячелетие все это забылось, а потом опять его заново придумали. Такого не было. Но это тоже некая, на самом деле, антологика, в которую мы верим. А вдруг, на самом деле, теория гения, когда человек опережает свое время, он поднимается над пространством, над всем, и прозревает какие-то великие горизонты, оттуда что-то узнает и потом сообщает людям. Может быть, вдруг такое возможно. Понимаешь? Здесь, на самом деле, ... Но реинкарнация, как бы у Федериха получилась. Или Агафибоначо взял, и реинкарнялся. Раньше эта теория гения, на самом деле, если ты посмотришь историю, она была очень популярной. То есть, всегда считала, что там какой-нибудь... Что почему возможны такие персонажи в прошлом? Там Аристотель, там Платон, какие-то еще другие. Я просто философские персонажи беру, там есть математики, физики и прочее. Почему они вообще возможны поководства? То есть, это... Ну, потому что человеческая природа иногда в каких-то отдельных экземплярах, она дает вот такое величие. Она как бы разрастается и опережает время на столетие. Может быть, наоборот, получилось так, что сначала ложная хронология как бы приучила людей, что были в древности, так сказать, великие провидцы такие, а потом они решили, ну да, действительно были. Да? Это все понятно, но просто все равно критика-то в чем состоит? Что мы все равно держимся в антологии, что такого не бывает. Но это тоже некого рода антологии. То, что мы точно так же могли бы сейчас критиковать религию, считая, что ну не бывает там люди по воде не ходят, не бывает никаких чудес, и прочее, что там написано в Евангелии, о чем рассказывают про святых людей. Ничего такого не бывает. А может, бывает. То есть, как бы, мы просто все равно ограничены в опыте. Мы всегда вынуждены чему-то верить. Мы просто верим, что в нашей антологии не бывает чудес, там, да, там. Ничего такого не случается. Икона там не может в воздухе зависнуть, еще что-то, какие-то вещи. Там чудесные исцеления, там чудесные явления, прочее. Ничего такого не бывает. А у них бывает. Понимаешь? А может, просто я к чему ставлю? Я здесь ставлю эту проблему, что возможно вот какой-то антологии, в которой мы находимся, она может быть тоже искажена. Вот какие-то будущие исследователи нашей антологии скажут, как они могли, так вот размышлять. Может быть, и наша антология искажена каким-то существенным способом. Игорь Юрьевич, а правильно я кону, то есть вы хотите сказать, что вот Чеба и Фибоначчи, это просто для, так сказать, собственного утверждения, что ли, сослались, вот были там древние ученые. Существовала, в суде, по сути, даже культурная традиция, не то, что была попытка скрывать. Существовала определенного рода культурная традиция, которая обязывала и писать под их греческими псевдонимами. Да нет, существовала в античной, во-первых, традиции, где ученики писали свои трактаты под именем учителя. Возможно, какой-то Архимед и был учителем. Просто он ничего не писал с 10 веков тому назад. Да, нет, это вполне возможно. Они знали об Архимедееву какие-то факты, например, об этом. Да нет, я не вижу. Из Плутаха знали какие-то факты и были. Мы же понимаем, что из того же истории Леонарда Вичи никто же не отрицает, что был такой достаточно крупный художник. Ясно, что никаких подводок, геликоптеров и тем более вот такого вот этого он не придумал. Ну, вот это знаменитая его картинка. Я просто ноги не могу так сильно... Ну, понятно. То есть пропорции, да, вот это самое «Золотое сечение». Эта книжка взята из этого итальянского автора, которого авторски перевели на русский язык и стал там занимать переманной занимательной физикой, занимательной математикой и всякое прочее. Это вот конец 19 века. Прописал Леонарда Вичи типа «Золотое сечение». Нет, Игорь, это все понятно, что наверняка какие-то фальсификации были, не только фальсификации были, а ошибки. И было, как я говорил, какое-то свое представление о том, как мир, это выглядит. Я просто говорю, надо и критически к своей критике тоже отнестись. Возможно, мы тоже чего-то как бы недопонимаем, понимаешь? Возможно, то, что ты рассказываешь, тоже некого рода искривление. Да, я с тобой полностью согласен, что по всей видимости до этого законам нумерологии подчинялся, а после этого начал подчиняться такому законам Ньютона. Да, это возможно. Нет, до этого, возможно, были какие-то совпадения, и часть этих совпадений они являются подлинными, а часть, как бы, они нумерологические. Да, конечно. Часть, безусловно, какие-то, может быть, и подлинные были эти вещи. Да и тем более, когда ты читаешь... А может, было два Фредерика с какого-то там непонятного. Да, есть такая модная ситуация, что Тынянов в старости стал похож на Пушкина. Так еще несколько раз сказали, что Насовский и Поменко там что-то не так придумали. Они же тоже... Для них период недостоверной истории заканчивается раньше гораздо. У них там разные фрагменты же, разные сдвиги. Ну, тем не менее, для них 18-й век достоверен. 18-й век, то есть 1700-е годы? Ну, скорее, тут же речь идет не о недостоверности, скорее, хронологии, допустим, может быть, какой-то в 18-м веке. Ну, я тоже хочу сказать, что 18-й век, скорее всего, достоверен, но другое дело, что именно он являлся матрицей, по которому писалась история. Вот он очень сильно, сильно он очень повлиял. Ну, не один 18-й век. Ну, конечно, не один 18-й. Но он был главной матрицей. Вот так же, как история Россия, Руси, да, при Петре там это так... Да, да, да. Вы это же посмотрите тоже, мы этот факт посмотрим. Ну, когда Карамзин? Это начало 19-го века. Вот тогда появляется русская история как таковая, в каком-то таком... Ну, что-то карамзина было. Ничего, что ли, да? Ну, какие-то же были, вот эти, конечно... Ну, сильно отличающиеся. Лицевые, как лицевой свод, там, что-то же такое было. Ну, это тоже можно посетить один из семинаров. Тоже это разбирать, где-нибудь, как и написано, и что-либо еще. Но, тем не менее, тем не менее, вот эта ситуация выглядит так. Мне просто кажется, что всякая такая критика, к чему ее проблема, она может вместе с водой и выбрасывать ребенка, на самом деле. Понятное дело, что наверняка есть ошибки, наверняка есть какие-то там наложения, какие-то странные... Это выводы сделаны из странных способов этого типа нумерологии. Например, год рождения Иисуса Христа, как вычислить там? Точно вычислили правильно, неправильно, как он там вычислился? С этим надо разбираться там. Ну, вот, много таких всяких вещей есть. Наверняка, как бы, с ними надо критически относиться. Но, с другой стороны, нельзя же как бы посчитать, что все на этой основании, все подделка, все как бы... все недостоверно и прочее. Так он же не говорит, что все... Вот... Как раз автор, который он приводит там, как раз и считает, что все там недостоверно, что вообще истории нет. Как там вы понимаете? Западе? Ну... Нет истории как бы. То, что мы называем историей, это как бы, в общем-то... Ну, что вы видели, что, получается, мы не можем разобраться, что достоверно, а что недостоверно. Нет, ну, Игорь предлагает какие-то методы, то, что можно было бы назвать научными методами, то есть, обратиться к статистике какой-то, действительно, есть какие-то распределения, которые могут быть, распределений, которые быть не могут. Нельзя не согласиться. Но насколько это нас продвигает куда-то? Потому что возможны совпадения. Удивительные совпадения. Было два президента Буша. Какие-нибудь будущие потомки, которые будут участвовать, скажут, что это был один человек. Не может быть Буш, два президента Америки. Единичные совпадения возможны. Невозможно совпадение двух потоков статистических. Возможно, это можно не обсуждать, но сам факт состоит, что здесь надо тоже критически относиться к своей критике. Так Игорь Юрьевич даже не говорит, что то, что я доложил, это истинно впоследствии. Если Игорь дальше пошевелить, я боюсь, что там по античности вообще никого не останется. Потому что Плотин и Плетон – это один и тот же человек. Я надеюсь, у тебя так? Да, конечно. Платона уже нет. Он же Плотин, он же Платон. И Плитон там такой-то, да? Все один и тот же. Все древние философы до Сократии. Так что желающие посмотреть могилу древнегреческого Платона могут опираться в город Риме, в Италии, ее увидеть, она там сохранилась. Так, кто еще из философов знаменитых? Слушай, очень интересно Аристотеля поискать, а? Поищи вот на досуге. Давно и давно этим вопросом интересуются. Потому что его не было, не было. Кто-то взял, возник. Ему вообще интересно посмотреть… Самое интересное, что ведь он ученик Платона, то есть его Плитон. Ну, значит, где-то там и надо искать. Но, с другой стороны, Фома Аквинский был раньше, чем Плитон. Может, Фома Аквинский тоже… Да нет, Фома Аквинский, что интересно, он же был Аристотеликом, да? Да, да. Так что, не знаю, как там он с Платоном, владеет его платонизмом или нет, но, тем не менее, почему-то все средневека проходят под преобладанием именно Аристотеля, да? Да, но только после Фома Аквинского, то есть достаточно поздно уже. Не-не, факт состоит, что Платон… Почти, практически ранее Возрождение уже. И только в Возрождении вдруг Платон появляется. Да. Понимаешь, заново. Ну, у меня так и получается. Получается, что Аристотеля раньше Платона? Угу. Ну, надо расправиться. Ну, Аристотеля надо поискать. Вот такая задачка тоже, вот помимо вот этой задачки для программистов. А может быть, Аристотеля точно так же выдумали для того, чтобы обосновать древность своих взглядов. Какие-нибудь там очередные ребята там отодвинули в прошлое. Но этому иначе что мешает? Арабские источники мешают. Ну, я прав, что источники, думаю, это так же нецензурно, как и про древнекитайские. Да. Вот. Значит, есть гипотеза, и Женя Евсеньев сказал, что это Авиаэрос на самом деле. Ну да. Что Аристотель Авиаэрос это на самом деле. Авиаэрос? Авиаэрос. Лучше не так, потому что это один и тот же человек. Да. То есть, по нашему, может быть, в нашей европейской транскрипции это лучший как Аристотель, а у них как Авиаэрос. И потом Игорь говорил, что действительно было безопасно, так сказать, под именем древнегречических всяких деятелей опубликовать свою работу. Ведь была же инквизиция, да, и высказывать определенные мысли, так сказать, было нельзя. У тебя же как бы… Да, и с точки зрения маркетинга опять-таки, но представьте себе, я напишу сейчас трактата поэтики. Но он никому будет не нужен, кроме нескольких слушателей философского штурма. Ну, несколько тысяч. Ну, а представьте себе, если я скажу, что я нашел второй том поэтики Аристотеля. А вот так же было в современной истории. Ильдар Рязанов, значит, написал вот это произведение, это стихи, и просил Петрова написать музыку. И чтобы как-то это дело, тот что-то сказал, а потом пришел к Петрову и сказал, что это вот там древний писатель английский 15-14 века, я взял, перевел это все. И в титрах этого фильма, как служебный роман, что ли, там написано, что автор вот этот, там типа бабс или брат, что ли, оказался… Таких вещей, где, на самом деле, выдавали какое-нибудь, ну там, произведение за… Свое произведение за… Много. За древнее авторство, как бы, таких очень много, по-моему. Так что некоторые были потом раскритикованы в итоге, как бы, людей. Да. Ададжио. Ададжио? Да. Ададжио. 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 В новости исполняется постоянно. Одно из самых популярных произведений 20 века. Там был какой-то итальянский этот критик, он же композитор, и он считает, что он написал его, найдя по маленький какой-то открыток вот этого достаточно известного итальянского композитора. Его просили предъявить этот открыток, он сказал, что он не мог во время бомбежек во время второй мировой войны, и он исчез. Ну понятно. И сейчас, и вот за автором этого самого, он и считается, даже в Википедии уже об этом написано. Но для того, чтобы его распрутить, он выдал его за… Не, ну а слово «поку» выгребит? Там аналогично тоже. Или там даже история «данта темная» там, на самом деле, всего этим. Ну, хорошо. Что, хлопать, да? С первым, опять же, «темная история». Хлопать, хлопать. У нас просто… Мы еще, по-моему, сейчас еще на данном Крым, пока Анатолий не ушел, так и секрализовать. Лопать, лопать, лопать.